Учебный год подходит к концу и, казалось бы, самое время подумать об отдыхе. Однако в Старогородковской школе-интернате имени Фурагиной активно проводят капитальный ремонт. Успеть за три месяца воссоздать и благоустроить пространство для детей с ограниченными возможностями здоровья – цель, на достижение которой брошены все силы. У нас конец мая, это неделя. По людям у нас практически соответствует. Все виды работ, которые здесь прописаны в графике, мы спокойно успеваем. Отставания нигде нет? Ну, немножко впереди мы сейчас. Чуть-чуть впереди даже. Строительная готовность объекта составляет 65%. На первом этаже здания устанавливают перегородки, выкладывают плиткой санузлы. Помещения второго этажа уже готовы под покраску. На улице проводят работы по облицовке фасада. Сколько еще времени на фасад уделать? На фасад до 15 июня стоит у нас. Задача выйти, спуститься вниз, потому что нам еще откапывать, гидроизоляцию делать. Завершение ремонта ждут дети, их родители и, конечно, руководство интерната. На этапе проекта они излагали пожелания, которые теперь воплощаются в жизнь. Самое главное, продумано все для обучения детей с УВЗ. Это дети с аутистическим спектром, это дети с различными ограниченными возможностями здоровья. Продумано для мелочей их классные комнаты, их спальные помещения. Дело в том, что школа-интернат – это интернат, где дети проживают в течение пяти дней. И задача была создать здесь также домашнюю обстановку для их пребывания. После завершения ремонта в школе появятся обновленные кабинеты логопеда, дефектолога, психолога и адаптивной физкультуры. Учебные классы оборудуют специальной мебелью. Прилегающую территорию благоустроят. Здесь будут игровая и спортивные площадки, теплица, зона тихого отдыха и новая парковка. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова